Виктор Назаров уже рассказал, кого бы хотел видеть на посту мэра Омска. На ежегодной пресс-конференции глава региона впервые открыто назвал своих претендентов на должность городоначальника. Ими стали гендиректор Омск-Водоканала Сергей Шелест, управляющий Омским отделением Сбербанка Игорь Меркулов и министр природных ресурсов Александр Винокуров. Сейчас кандидатов проверяет в администрации президента и пока Кремль не рекомендовал их к выдвижению. Вообще вопросов о проблеме взаимоотношений с мэром Омска и шире, об отношениях главы региона с муниципальными властями было очень много. И Виктор Назаров вынужден был признаться, за все время его работы в Омской области не сложилась достойной команды управленцев на местах. Есть главы, которых я не видел по полтора года уже, как с момента их избрания и назначения. Он сам тихонечко копошится, копошится, а потом приходится чрезвычайную ситуацию объявлять, чтобы воду наладить. И то приходится заставлять. Впрочем, особенно много критики досталось Вячеславу Двораковскому. Губернатор заявил, что уверен, частный сектор Омска затопит с наступлением весны. Снега в этом году выпало в два раза больше нормы, а вывозят его плохо. Спросили губернатора и про резко выросшую плату за общедомовые нужды. Виктор Назаров ответил, цитирую, что он сам обалдел, когда получил квитанцию. Сейчас в РЭК пересчитывают нормативы. Между тем, в правительстве не намерены возвращать доплаты 16 тысячам ветеранам Омской области. По мнению губернатора, в регионе есть и другие люди, нуждающиеся в поддержке. Одним только бывшим региональным чиновникам на доплаты к пенсии потребуется больше сотни миллионов рублей. Льготы и их адресность. Вы говорили о том, что есть категории людей, которые очень сильно нуждаются в этих доплатах. Чиновники на пенсии. А с каких средств будет отвлекать эти деньги на то, чтобы чиновникам вернуть доплаты? Тот ресурс, который мы заложили для себя, экономию, мы ежегодно, у нас задача поставлена перед аппаратом правительства, снижать затраты на содержание аппарата, на содержание парка автомобилей, с учетом и кадрового потенциала снижения затрат на содержание. Мы эти деньги, которые мы будем снижать, высвобождать за счет снижения затрат, будем перекладывать теперь на то, чтобы выплатить. Между тем, бюджет остро нуждается в деньгах. Еще нужно найти более 300 миллионов рублей на спасение гидровозла от паводка. Его, кстати, в этом году строить не будут, нет федеральных средств.